Вообще, то, что я хочу сказать, относится не к вам, кто пришел, а тем, кто не пришел. У нас, мы что, умирать не собираемся? Так, если мы в церковь не ходим, если мы не хотим, нам некогда, в кавычках, помолиться за наших родственников, усовших, значит, мы, наверное, и мы не умрем, или думаем, что за нас кто-то будет молиться. Если мы не молимся, если нам некогда, то и за нас никто не будет молиться. А часто как приходится наблюдать? Когда приходят вчерашний день, ну, накануне, перед субботой, люди идут, с работы заходят, за ящиком записку подали, свечку купили, поставили и бегом из храма. Да подожди, сейчас служба будет, не-не-не-не-не-не-не-не. То есть с работы, не на работу, а с работы. Я понимаю, что я перед работой забежал, умолился, поставил, подал и ушел. Это понятно. А кто с работы? То есть, многие из нас, ну, понятно, что молиться не хотим, понятно, дьявол себе не мешает, я ничего говорить не буду, хотя можем молиться, можем тебя заставить. А помолиться умерших, которые тоже умерли, тоже думают, что еще поживут, как я одна говорила, соседка. Ну, когда буду старенькая, тогда буду в церковь ходить. А сколько тебе лет? 72. Она еще молоденькая. А старенькая сколько? Ну, лет 90, там, с лишним. А доживешь, ну, а как же? У меня мама прожила там, 93 года умерла. Но, к сожалению, она умерла в 74. И никто из нас не знает, когда мы умрем. Поэтому мы должны быть готовы всегда предстать перед Богом. И Господь в Евангелии говорит, блажен раб, который бдит, который предстанет перед Богом своим бдящим. Так, и многие наши родственники, близкие, знакомые, родители там, дедушки, бабушки, просто знакомые, умерли, потому что не в деле. Да, потом, да как-нибудь, да еще чего-нибудь, да еще какие-нибудь грехи, ну, потом как-нибудь покаясь. Раз, пришла смерть. И что Богу скажет? А там уже отговорки не принимаются. Так вот, и у них одна надежда, это наши молитвы. Это мы с вами. А мы и им помочь не хотим. Я говорю не про тех, кто здесь, а про тех, кого нету. Но тех, кто здесь, тоже даже делают выводы. И как мы молимся за наших усопших, так и за своих молитвах. Поэтому давайте уже сням наши молитвы. Тем более, что воины еще погибают, надо про них не забывать. Поэтому все нуждаются, все усопшие нуждаются в наших с вами молитвах. И только мы можем помочь всем умершим, погибшим в той жизни загробной. И как мы молимся, так потом поможем и за нас. Продолжение следует...